Так, я сейчас закрою тут, а то уличный свет меня забивает. Раз, два, три. Все, как будто бы направилось, да? Да, нормально. Меня слышать, да? Слышать. Так, Володя, зажги здесь свет. И там маленько придернишь шторку, вот эту вот. Так, слушай, говори. Христос воскресе, Игнат Игорь Васильевич. И вот некоторые вопросы хотел задать. Некоторые я даже задавал, но мне по-разному отвечали. И я просто хотел, чтобы от вас ответы послушать. Это по заповеди блаженства, которое звучит «Блаженный нищий духом». И вот «Блаженный нищий духом» – это вот как понять, каким духом нищий? Ну, вот такой вопрос. Настроением душевным. Все время себя ощущает немощь, недостаток. Я ничего сам не могу. Это делает только Бог. Нищета. Нищий простой, который, у него нет ни на хлеб, нет ни на жилье. Он зависимый от Бога, везде. Так и в духовном плане. Я бы сделал, кажется, я все-таки кончал, учился, а я осознаю, это не тот уровень. Я не могу ничего делать. Я немощь и нищий. Нищий совершенно. И поэтому я прошу у Бога. Все и во всем Бог. Потому что Он мне дал, я ответил. Мне это нельзя было ни запомнить, ни понять. Нищета духа, ощущение внутреннее рассмотрения, что я совершенно никакой перед Богом. Нуль. Апостол Павел говорит, и сеющий, и поливающий, нищто. Нуль. Это нищета духовная. Да, вот он. Настроением, которое внутри меня превозмогает все. Я не скажу, я полон, как мех вином, поэтому мудрость такая, Давыд говорит. В том плане, он говорил правильно, а в которой сейчас, сегодня, этого недостаточно. Мы ощущаем полную, совершенную неспособность что-либо решить, сделать, правильно ответить. Подобрать нужный ответ. Первый вопрос всегда решается. Надо ли отвечать. А потом уже сколько вариантов. Я отвечу так, а он так. Это как шахматная игра. Я не знаю как. Я доверяю Богу. Доверяю. А потом меня спрашивают, а почему вы так ответили? Я не знаю. Это не мои слова. Это Бог сказал. Бог через мой язык сказал. Почему я открыл место Писания, а не то, что там я слышал. Я не слышал голосов никаких. Бог положил мне мысль просчитать, и вы согласились с этим. Почему? Ну, это так Бог сделал. Вот так. Ясно. То есть это от своих каких-то даров, талантов не зависит, да? Да, да, да. И даже дары, таланты это от Бога. Что ты получил, чего ты не получил, Павел говорит. С чего ты хвалишься тогда? У тебя все, глаза, уши, рот, земля, воздух, желания, мышцы. Это все Божие. Я Богу принадлежу. Ты соткал меня внутри матери. Псалом 138. Зародыши мои видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначены. Он знал, какие у меня будут сочленения, пальцы. И это все его. Плодородие земли его. Я ничего сам не могу. Все и во всем Бог. Это нищета духовная. Понятно. А сатана говорит, я сяду среди звезд на север, на краю севера и прочее. 14 глава пророка Исаии. Иезекииля 28 глава. Он горд и пал от гордости. Это апостол Павел выводит из того стиха, где говорится, что его пресетера, священники, не ставить из вновь пришедших. Из нового начальной. Чтобы он не возгордился и не пал вместе с сатаною. То есть сатана пал от гордости. Это Ян Златовус. То есть нищий духом это как вы смиренны. Смиренны это просто, я не смиренны, это бывает от природы такое. А это ощущение в себе полной немощи, зависимости от Бога. Я не могу ничего. Все ясно, ясно. Я в полном сознании, ума сознаю, что даже я это соображаю, бывает я иногда соображу. Но это не мое, это твое. Ты нищ и гол. Ясно. Это в оскоровении говорится. Ты говоришь, что ты богател, ни в чем не имеешь нужду, а не знаешь, что ты и нищ, и гол, и слеп. Понял. Понял. А вот второй вопрос такой. Времена меняются, и слово Божие не меняется. Оно как было неизменно, так и есть. Оправдывается ли это в наши современные времена человека, как сказать, оправдывается ли какие-то послабления или еще что-то? Ну, может ли человек сказать, что сейчас я не в силах, допустим, что-то выполнять, евангельское или еще что-то, как бы, Слово Божие следовать, из-за того, что вот сейчас такое тяжелое, трудное для кого-то время, может быть, или еще что-то. Это может ли служить оправданием? Никогда и ни для кого. Слово Божие навеки дано. Но бывает иногда такое, что написано, не ешьте задавленного зверем, звероядина. И особый ценитель канонов, протопопа вакуума, когда в Даурии он был создан под водительством, присмотром воеводы Пашкова, когда 470 своих солдат он уморил, он говорит, и я, аз многогрешный, приложился звероядины. Звери там лося заели, а я взял кости и там долбил мозг, достал, чтобы ребятишек покормить-то. Ну, когда приехал, он, очистительные молитвы есть. То есть, ему выхода никакого не было. Смерть. Смерть. И поэтому он оправданий тоже мог умереть. Мог умереть, мог, но... И нарушить здесь ничего никому ты во вреда-то не делал. Бог это имеет в виду. В нормальной обстановке. Это и сегодня может быть такое. Нарушение поста. Вот во время Великого Поста рыба запрещается. Только на Благовещение и на Верное Воскресенье. А в Соловецком монастыре сущая, то есть сушеная рыба. Почему? А у них хлеба-то никакого нету. У них нет хлеба, и они... Понятно. Но мясо нигде не разрешается. Нигде. Вот так. Это понятно, да, текстово постоянно. А вот такой еще вопрос, вот допустим, некоторые священники говорят, что, ну как сказать, если суровую эпитемию как бы наложить на прихожание, на верующего человека, то он может вообще потом и не прийти и вообще от веры отпасть, от сердца отпасть, перестать приходить на богослужение. Не надо рассуждать. Бог сказал. И ты выполни все на этом. Суровая эпитемия. Эти батюшки называются любвисты. Они развратили все. Почему на дорогах? Чем строже, больше нарушений, тем строже закон принимается. Отнимают права, штрафуют. Сейчас такой штраф, ты полжизни будешь работать. Никогда не было так, чтобы сказали, сейчас такой человек слабый, ну мало там он с устатку выпил, но там у него лишнее там промиле и прочее. Ничего подобного. По полной катушке дадут. А в духовном то же самое. Мы живем в том же городе, где все эпитемии, которые у нас есть, ни у кого больше нету, ни в одном храме. У нас такая же, такие же люди и так же впадают в грех, могут там бороду поднять. Ну такого нет там, чтобы там аборт или что-то такого. Такого нету. Ну такое вот. Пост там нарушил кто-то, где-то был там. Пост нарушил, отпущается там на два года. И он стоит, бороду подправил, пока не выросло. Он глухонемой. И стоял вместе с соглашенными. То есть, а если человек в гуд впадет, например? Значит, у него там канон апостола Василия Великого. Если мужчина там, то на семь лет, на пять лет. Если прелюбодеяние, то ты женат был там на семь лет. А женщина на десять лет. И Василий Великий говорит, это несправедливо. Один и тот же грех. Но по-другому пока нельзя. Но врага-то большие, то есть, и их тоже надо выполнять. А как же, так же. Сотрудничество с врагами, когда они были, и вот сексотищили, которые епископы были, и кого-то арестовали, и кто-то где-то был убит. Срок отмещения до тридцати лет. А он уйдет. Ну, это его выбор. Он взял выбор. А он уйдет, не придет. Он не уйдет. Он с собой распоряжается. Он вольный казак. Канон. И его надо выполнить. Вот как-то вчера это слово. Так бабки все лезут. Батюшка, разреши гастрит, перитонит там. У нас ни одна не подойдет. Батюшка заранее объявил бесполезное дело. Я не власти над канонами. Мое дело объявить. А я нарушу. Нарушу будешь мне в церкви стоять, в коридоре, на улице. А уйдешь, да. И мы никого не держим. Дверь открытая. Встань и уходи. Перед Богом я должен оправдаться. Я блюститель закона в этих. Понятно. Спасибо. С этим ясно все. Дали этот вопрос. Это немножко уже такого практического характера. Я в ваших роликах посмотрел. Силый свет падает на лицо. Прямо белое все. Это у нас солнце. Вот так лучше. Так пускай будет. И там это. Вопрос. Я ролики ваши видел некоторые. По поводу вспашки земли. Как правильно пахать землю. И там вот ответы были. Но я хотел вот именно в видеоварианте от вас ответ вот получить. Как правильно вспахивать. Вы там интересно очень мысленно сказали. Как правильно вот с черноземом обращаться. И чтобы урожай был хороший. Так это не я сказал. Там же указано какой. Фолкнер американский написал книгу. Безумие пахаря. И у нас сосед так и делал. Специальная селка. У нас такие кажется и не делают. И он вот как убирает осенью урожай. Все. Он не прикасается. И весной по этой стерне. Которая остается. Она сразу врезает. И туда зерна кладет. И они вырастают. Сторняка нету. Влагу не куда-то. Влага вся здесь находится. И она не выпаривается. И пыльной бури никогда нету. Ну что это говорить. И урожай в два раза больше. А. Ясно. А вы не пробовали так у себя? Я не пробовал. Я не пахаю. У меня ничего нету. А ваш брат священник Ян Кимов? Фермер который есть. Он так не может. Дорогие селки и проще. Но рядом который к нам приезжает в гости. Андрей Долгов. Ну наше еще фермерно. Там 180 гектаров. А у этого 6500. Тысяч. Одного. Сколько? 6500. Гектаров? Да. 6500? Да. Ничего себе. Это у кого это? Рядом в деревне Женя Долгов. С нами живет. Наш, так сказать, близко знакомый. В Потеряевке, да? Потеряевке. Подстепный. Это 16 километров от нас. Угу. Он приезжает. Он с нами на благовестие ездил. Ты опять свет там дай дал лишний. Убери его. Закрой. Понял, понял. Ага. Вот так вот. Вот так вот. А то лица не видать. Просто белое пятно. Да, я понял. А слушаю. Хорошо. Ладно. Это об этом ясно все. Угу. Далее. Такой вот вопрос. Я вот иногда занимаюсь авторской песней. Ну, концерты свои. Позитивные такие. Песни хорошие. Есть и о Христе песни некоторые. То есть специальный такой блок, как бы, песен 10-12, наверное. Вот на эту тему. И такие тоже, ну, просто позитивные. Вот. И у меня иногда я договариваюсь с домами культуры. Там, и в некоторых местах могу выступать вот так вот. Ну, я очень редко это делаю. Но, тем не менее, есть такая возможность. То есть администрация меня знает. И директора там. Вот некоторые знают, что я бард, автор-исполнитель своих песен. И они как-то способствуют, даже помогают иногда. Да, то есть дают зеленый свет на сцену. Но я хотел вот с вами посоветоваться. Могу ли я, допустим, если у меня создаться такая возможность на своих концертах, там, перед концертами или после концерта, раздавать людям Евангелие бесплатно, которые захотят это. Принять Евангелие. Конечно. Это мысль... Очень хорошая. А я хотел спросить, вот слова, кто эти пишет вам для песен? Я сам, сам, сам. А нельзя бы как-то их посмотреть? Вы выставьте в Mail.ru несколько песен. И слова, и музыку, и тексты. Все сам, и пою сам. Так, а вы не хотели бы попробовать на мои стихи зайти, они у меня напечатанные, и взять их на музыку? Это для меня трудно, тяжело. То есть я не профессиональный. На мои стихи поет Виктор Савченко. Я слышал. Да, 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 слышал. Мне понравилось. У вас и выступление на Пасху там было, вот они пели тоже. Ну там все-то другие. А, ну только свои, значит, делайте. А вот где вы, были там Новоапостольские и прочие, у них хорошее стихотворение, песнопение-то? Ну есть неплохие очень даже, хорошие есть. Их нельзя там со сцены петь-то? Я, в общем, это, ихнюю песню возьму и как-нибудь вам там пришлю. И я имею в виду, я вот как, я только свои могу сочинять и музыку на свои придумывать. На чужие я не профессионал, я самодетельный артист. И для меня очень трудно на чужое, на чужой стих придумать музыку. Трудновато это. Ну я, может, и могу это сделать, но очень трудно для меня. Это нелегко у меня идет. А вот свои песни, как говорится, ну как, которые я написал, знаю, иногда и сразу песня, и текст, и музыка сразу иногда идет. А иногда стих придумывается, стих сначала, а потом уже музыка к нему. А вы все-таки попробуйте, посчитайте стихи. Виктор Ставченко, Виктор Николаевич, вот он, мои стихотворения, я только на них пишу, он где-то стихотворений 80, наверное, положил на музыку, поет. Вот есть такие строительные ответы, вы слышали? Да. Дьякон возглашает премудрость воинным. То есть распрямите и станьте прямо. Не в дремоте, как боевые кони, готовые в бой через брустверы и ямы. И есть такие вот, допустим, моя биография, где написано «Пример к себе своим воображением». Там есть такой последний так. Так я с Моисеем на своей вершине. Последний раз гляжу из-под руки. Враги с собаками, с биноклями в машине. Мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня, гнались до упаду. Я отошел. Не досягаем вам. Прощай, земля, азар, знакон ограда. Мой труд следы считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со златоустом путь житий не пройден. С той стороны земли на все гляжу. Да, хорошее стихотворение. У меня такое на море было, когда случается большая беда, корабль опрокидывается. И я в конце последняя строчка. Когда мой корабль опрокинет пучина, а рот поперхнется волной. Дай Боже, чтоб небу своей кончиной других я увлек за собой. Тоже прекрасно. А вот у меня такое стихотворение «Свет Божественной Любви». Ну, может быть, его еще надо там немного отредактировать, но оно вот так вот звучит. «Свет Божественной Любви, ты в свое сердце восприми. Среди хаоса, мрака ты мы, веру правду храни. И всем, кто встретится в пути, дари тепло своей души. Испомни в заповедь любви». И что-то там еще. Ну, в общем, я забыл одну строчку. Ну, там, как сказать... О Христе есть, что-то. Христа хранит. Христа хранит. Вот такое. Я просто забыл эту бреху, но тем не менее. Ну, понятно. Ну, вы все-таки загляните ко мне и найдете стихотворение, которое не положено на музыку. А оно может у вас сразу... Есть такие стихотворения у меня, они прямо только считаешь, она даже не считается, а напивается. Приходит мотив. Иногда даже схожий. Да, такое бывает. Да, сочиняешь музыку к стихам. У меня песня написана отдельно для костра, костровой песни «Гори, костер гори». И отдельно для лагеря. Лагерь стал в степи на навозной куще. Что может быть круче? Вот там ребятишки поют. Ну, ладно. Так, еще вопрос. Так. И вот, значит... А вот эти вот концерты, ну, авторской песни и вот рождача Евангелия, это естественно, ну, как, я так считаю, что надо делать с разрешением местного священника и с благословлением его. То есть, нужно... Евангелие раздавать никакого благословения не надо. Это прямое повеление. Боже, священник тут ни при чем. Ну, ему можете сказать, благословите. А он скажет, я не разрешаю. Тогда никакого благословения не надо. Он не может допрещать. Это превышение полномочий. Он просто антихристом будет. А вот в своей авторской песне, тут как скажет, так и сделаете. Ясно. Понял. Евангелие раздавать никаких священников, ни епископов, ни патриархов нет. Это мое дело. Я приобретаю, я дарю. Волшебные благовествующие. Прекрасные ноги благовествующих нет. Понял. Это ясно. Спасибо. И далее такой. Следующий вопрос. Вместо спасибо, говори, спаси Христос всегда. Спаси Христос, да. Да, и на людях везде привыкни это дело. А то другой результат будет. Слушаю дальше. Сейчас я недавно прочитал в интернете тоже. Проводится акция всероссийская, всероссийского масштаба. Акция «Евангелие в каждый дом» называется. Сейчас я даже это... Ну ладно. Это делает сибирский какой-то отдел из Москвы. Он в Москве находится. И вот я увидел красные «Евангелия» такие, как раз вот у вас, которые были там, с крестом православным таким, вот такие яркие, красные, хорошие. И вот такие книги, они рассылают всем желающим принять в этом участие. И раздавать эти «Евангелия» везде, где придется. То есть и на улицах, и в магазинах, и там в торговых центрах. Но только кто хочет взять его. То есть они показывают, объясняют, рассказывают коротко. И кто желающий проходит, он может взять. То есть без навязывания, но информацию такую вот как бы. И вот в Татаре тоже такая. В Татаре, вот у нас рядом граничит Татаря, Башкирия, вот, тоже такая акция идет. И вот, как я понял, это любой желающий может выписать. Они так и пишут свой адрес и говорят, если вы желаете принять в этой акции участие, то напишите нам, и мы вам бесплатно пришлем книги вот «Евангелия», и вы распространять будете. А мы покупали «Евангелие», покупали. И мы раздали 30 тысяч. 30 тысяч в каждый дом заходили, в каждый дом, село со всех сторон, машины идут двое, и мы вот так баражировали. В каждый дом заносили «Евангелие», а потом людей собираем в «Дом культуры» в 3 часа. Вот-вот. То есть принять в такую акцию тоже неплохое дело, мне кажется. Конечно. Но только я говорю, что мы покупали. А так полноценной она тогда будет. Ладно. Там «Сибирский благовестник», по-моему, они называются. А я думал, эта организация от вас идет, а потом-то прочитал там «Город Москва». А мы ни с кем не сотрудничаем здесь, потому что они не знают и не хотят. Вот мы и едем на благовестие. Вот сейчас мы готовим отправку груза только. 4 тонны литературы нашей личной. У нас, в которой акцию мы проводим, нас-то мало. Нас на пальцах пересчитать, было бы в общину большая или что-то. Но за два года только мы подарили на 7 миллионов 150 тысяч. Вот и все. Да, это большое объемность. Так у нас приезжало библейское общество, и мы у них в течение года вышли на первое место, он говорит, по жертве, которую мы делали. Мы всегда шестизначные цифры собирали. С маленькой общины, совершенно маленькой. Там, работоспособных, я не знаю, 20 человек есть, нет. Основные пенсионеры. Ясно. Ну вот, Игнатий Тихонович, у меня все. Вот так я коротко вышел на связь. А я вот Володю вижу. Вы говорили, что он уедет в лагерь. Он еще не уехал. Я не отпустил его пока, потому что холодная погода, там делать нечего. А здесь он нужен. Он нужен каждый день. Мы то дрова пилим, то книги тут сортируем, перевязываем, подписываем, готовим. Потому что там будет некогда этим заниматься. Не забывай, что 2 числа мы в консульство в Великобритании должны быть, на собеседование, чтобы Господь расположил из сердца. Это 2 мая? 2 мая. А вот дальше уже, ну, дадут, не дадут, мы не знаем. Теперь ехать не ехать через Украину, но мы транзитом идем. Там закон какой-то вышел, не запускать от 16 до 60 лет. То есть она у меня пропустит. А, вот, кстати, да, да. Эту информацию я вам тоже хотел сказать. У меня там знакомая Оксана Стрелкова в Украине. Ну, она из Кирова, сама русская она. И с Кирова уехала туда еще, до этих событий, до Майдана. И там у нее просто по наследству дом какой-то там оставался. И она вот эти вот вопросы решала. А потом нашла мужа там гражданского. И там живет. И вот так ездит. Тут туда-то сюда. А здесь квартира над детям. В общем, они подросли, женились там замуж. И она ей приходится туда-сюда ездить. Постоянно через границу. Там какой-то определенный дни. Сколько-то ты дни пробовал, надо опять брать визу. Опять разрешение, так как она иностранкой является. И я у нее тоже спросил. Я говорю, как у вас обстановка сейчас? Как там на Украине проехать можно же? Чего? Она те же самые слова сказала. Говорит, с 18 или там 16 до 60 лет никаких мужчин не пропускают. Ни верующих там книги или что ли они везут. Очень строго. Говорит, нам женщинам уже тяжело стало с этими пропускными режимами ехать. Я говорю, ну они транзитом едут. Я говорю, им просто проехать дальше надо. А она говорит, не знаю, очень трудное положение, очень трудное. Она не знает, иначе тогда вообще-то ни в Болгарии никуда не попасть. Это уже международное дело. Она нам, Украина-то на пути просто стоит. Мы в один день ее прошмыгнем, и все. Тысяча километров позади. Ну да, ну будем молиться. Будем молиться. Ну если ничего нет, до свидания. Все. Спаси Господи, спаси Христос. Так, как там ваш этот друг-то татарин? А он пока переваривает. Он пока еще это все. Пока. Ну ничего, он остался доволен знаком, что он не в той беседе. Я остался доволен очень. Хорошо, до свидания. С Богом. Всего доброго. Всем большой поклон. С праздником. Христос Воскресе. Воистину Воскресе. Воистину Воскресе. Спаси Господи. Спаси Христос. Аллилуйя. Аллилуйя.